Как-то раз Дженнифер Осборн и ее муж проходили мимо зоа-магазина в городе Дефаянс, штат Огайо. Пара заглянула внутрь из любопытства, но уйти просто не смогла. Сердце мужа Джен буквально сразил трехмесячный щенок, его игольчатая серо-белая шерсть отливала голубым оттенком, а разноцветные глаза смотрели так трогательно, что его хотелось тут же взять подмышку и унести с собой. Впрочем, именно это супруги и сделали. Дома они назвали малыша лосенком. Крошка был веселым и очень радовал их, однако через несколько месяцев стало заметно, что с ним что-то не так. Глазки песика постоянно слезились, словно у него была аллергия, а мордочка стала все больше деформироваться. Тогда Дженнифер вновь пришла в зоомагазин и спросила, что происходит с ее щенком. Хозяин смутился, но потом признался, недавно мать лосенка снова родила, но все ее детеныши умерли. Вероятно, генная мутация, блуждающая в этом роду, помешала и питомцу Джен развиваться нормально. Продавец даже предложил женщине отказаться от щенка и забрать деньги, однако ее волновал совсем не финансовый вопрос. Я любила и люблю своего малыша, он мой сынок, и я никому его не отдам, рассказывает она. Ведь у меня нет своих детей. Однако я должна была понимать, что происходит. Супруги посетили ветеринара и подлечили лось у Глазки, ему потребовалась операция. Песик рос счастливым и, казалось, не замечал, что с ним что-то не так. Пока однажды у него не случился приступ. Малыш упал, а изо рта пошла пена. В тот день питомца откачали, и слава богу, приступ больше никогда не повторялся. Однако Дженнифер вновь связалась с менеджером магазина и спросила, не было ли среди братьев и сестер лоси животных с подобными симптомами. Джен всего лишь пыталась исключить проблему с головным мозгом, но то, что она услышала в ответ, просто сразило ее наповал. Хозяин магазина придумал новую историю. Мол, никаких генных мутаций не было, просто щенка в младенчестве покусал взрослый мастиф. Несчастный случай. И не обращайтесь сюда больше, ведь вы сами захотели его себе оставить. В общем, я поняла, что скорее всего, наша собака стала жертвой нечистоплотного разведенца, считает Дженнифер. Вы, наверняка, знаете о таких фабриках. Близкое скрещивание, плохие условия содержания, многочисленные генные проблемы у плодов. Зато теперь я уверена, что в зоомагазин больше никогда не пойду. Тем не менее, женщина не стала любить своего малыша меньше. Вместе с мужем они справились со всеми проблемами, и сегодня пес веселит их своими выходками. Как хорошо, что этот милый пес не попал в чьи-то чужие руки, а вырос в добром доме, где его любят со всеми его особенностями. Согласитесь, ведь внешность песика действительно необычна, а вместе с веселым характером такой лось – просто подарок. Желаем всем героям этой истории еще много лет радовать друг друга. Если вы тоже неравнодушны к животным, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео с друзьями. До новых встреч!